Привет, с вами Дмитрий из Орла. Сегодня небольшой ролик на тему психологии отношений. Попалась мне на глаза вот это видео. Бросила девушка в вопросительный знак. Тотальный игнор, восклицательный. Хочу сказать, что тотальный игнор, то есть когда человек тебе что-то пишет, ты вообще на него не реагируешь, на звонки не отвечаешь и всё такое. Это очень жестокое мероприятие, которое также и негативно отражается и на душе того, кто игнорит. Потому что человеку, может быть, нужно что-то спросить, узнать как-то. Ну, нужно просто по-человечески относиться к людям. А вести себя так, как будто человек умер, и ты его игнорируешь, абсолютно все его запросы, вопросы, все его какие-то, не знаю, поползновения, предложения. Это не то жестоко. Нужно отделять, так сказать, одно от другого. Зерна от плевел. Если вам предоставляется возможность помочь человеку в чём-то, и вы в силах это сделать, ну почему бы не помочь? Это же как милость-то не получается, духовная. Из христианского, так сказать, человеколюбия. Можно человек попытаться утешить, успокоить. Другое дело, что не нужно с ним больше отношения продолжать строить, потому что человек, допустим, неверность проявил. Это другой вопрос. Но относиться друг к другу по-человечески, это необходимо. Вот этот блогер, скорее всего, в городе жил всю жизнь, а вот он не знает, как в деревнях малыми общинами помогают друг другу. Ну, допустим, снегом завалило, и они друг друга ходят, откапывают, помогают. Или картошку посадить, все вместе собираются, или режут свинью, и кусок мяса тому, тому, тому. То есть это, понимаете, это чисто, как сказать, правило выживания человеческое. Нельзя человека полностью игнорировать. Другое дело, что незачем с ним отношения продолжать строить. Это другой вопрос, он не подходит. Но вот так вот вести себя, как будто человек погиб, уже умер, его больше нет, это жестоко и глупо, на мой взгляд. Очень жаль, что люди так себя ведут. И тем более жаль, что есть тренеры, которые этому учат. И вторая часть видео, которую я хотел бы записать, это две ошибки. Две очень распространенные ошибки в отношениях. Причем с первой ошибкой, если еще люди кое-как справляются, не все, конечно, но в основном, ну не знаю, то со второй ошибкой это все просто процентов 5 или 10 только справляется. Первая ошибка распространенная самая, но она такая, более-менее. В общем, это люди не могут выбрать себе человека, с кем быть. Люди просто не могут понять, кто им нужен, и выбрать его на какой-либо период, более-менее долгосрочный. То есть люди не могут просто выбрать себе человека. Остановить свой выбор на ком-то. Это раз. Но умные люди с этим как-то справляются. Все-таки выбор совершают, так сказать, семьи образуются и все такое. Дети рождаются. Какое-то время они вместе. И вот здесь вот вторая ошибка, она просто припечатывает большинство людей. Люди не могут принять решение остаться с этим человеком. То есть люди не могут удержаться возле этого человека. Возле того человека, которого они выбрали. Не могут удержаться. Поэтому у нас и 5, там 95 или 90% разводов. Потому что не могут люди удержаться. Первая ошибка. Не могут выбрать человека для отношений. А вторая ошибка. Не могут возле него удержаться. Допускают разрыв отношений, которые нужно держать изо всех сил. Если нет критических ошибок, например, таких как Измена, там партнера. Вот. Вот, собственно, все, что я хотел сказать на тему отношений. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на мой канал Дмитрий из Орла. И всего вам доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...